всем большой привет и в данном видео мы посмотрим как рисовать изометрию я поделюсь с вами как рисую я и мы с вами вместе посмотрим как проще оценим сегодня плагин который позволяет рисовать изометрию и сравним как собственно удобнее рисовать сразу скажу и небольшой спец в изометрии просто как 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 любитель я себе подобрала какую-то такую цветовую палитру не знаю пригодится она мне или нет но в любом случае она у меня сейчас тут стоит и так для тех кто ну совсем да не в курсе что такое изометрия то есть это 3d графика под определенным углом вытягивание скос в иллюстраторе уже есть встроенный плагин который позволяет с легкостью делать изометрию вот то есть таким вот образом можно менять толщину и так далее таким образом можно выстраивать какие-то простейшие изометрические формы то есть есть слева есть справа есть сверху ну и снизу будет на то же самое да ну вот так вот собственно вот и давайте попробуем сделать то же самое с помощью плагина плагин сразу скажу взят с сайта майн туз есть бесплатная версия и платная версия вот если вас заинтересует то что вам что я покажу в видео вам покажется полезным вы можете тоже перейти по ссылке и скачать бесплатный если понравится можете скачать платный и так приступим я себе установила плагин magic isometric light и magic isometric free давайте начнем с free что он умеет и что он может так ну собственно видим угол изометрии да то есть он может делать левую сторону сделаем правую сторону правую сторону и сделаем вверх то есть мы получили грубо говоря то же самое только по отдельности ну как то тогда можно еще как-то это все дело окрасить вот таким вот образом далее что еще можно делать можно сразу делать два полигона давайте выделим три а но это наверное уже для трех полигонов допустим нас три полигона он выстраивает куб вот собственно не хитрая но такой вот инструмент есть и он безусловно помогает в создании изометрии и так это была бесплатная версия давайте посмотрим в платную версию что у нас тут поменялось мы видим то же самое что и было и плюс добавлены некоторые функции одна сторона другая сторона вверх два полигона добавились вот эти вот стрелочки что они обозначают проще давайте нарисуем сетку заново откопируем и ведем в сторону одной сетки дадим изометрический угол другой нет и отцентрали мы их вот все получилось а теперь меняем прозрачность можно допустим одну сделать какую-нибудь фиолетовую другую зеленую ну чтобы как-то она отличалась в общем все это группируем уменьшаем прозрачность и переносим на самый низ на задний план вот и собственно закрепляем да и мы видим что все наши объекты они не вписываются то есть вот это вот не совсем точно зато вот это вот абсолютно точно вписывается и теперь можно собственно мы видим что она двигается по изометрической сетки таким образом можно подгонять это все то есть она выставляет это что такое это было прикольно это еще прикольнее то есть сразу она делает области значит это вот делает изометрию давайте сделаем волшебная изометрия в общем когда сам определяет и прям действительно magic какой-то 2 или 3 да вот этот просто делает их ровненько так ну понятно точно вот это вот сделает ровненько да ну ка 3 выделим 3 поставит ровненько но он их не не размножает если вот здесь вот он их прям размножает то там он их не размножает так ну в общем большинство функции мы разобрались и теперь давайте попробуем создать что-нибудь 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 посмотрим что из этого получится ну давайте допустим создадим какой-нибудь технический агрегат под названием компьютер как я его создаю изначально я делаю плоский да плоский вариант ставлю control d размножаю control сейчас нажимаю shift и alt ровно вниз control d снова размножаем так шифтом я убираю объединяю клавиатуру и группирую по центру с дисплеем мы поступаем следующим образом создать параллельный контур минус 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 10 многовато отлично так мы ему тоже даем какой-нибудь цвет по сути пока не важно какой так группируем верхнюю часть и группируем нижнюю часть и убираем в сторону и так прежде чем мы будем делать изоляцию давайте скруглим немного углы ну допустим вот так вот да так ну что поехали зажимаю alt и shift можно конечно ну вот так вот да так даже гораздо проще убираем самый низ цвет делаем форму такого классического ноутбука впереди немножко более тонкий сзади немножко более толстый так у нас плоские плоская клавиатура и здесь я хочу воспользоваться именно эффектом 3d шнам ну потому что мне кажется что здесь будет это уместнее так посмотрим что происходит слишком много будет долго думать так чуть-чуть поднимаем наверх вот смотрите так и поставим допустим 5 вот оно появляется сразу как бы все стороны и левая и правая давайте оставим вот так вот и разберем оформление если съехала параллельность можно так вот подправить да кто как хочет меня в принципе пока все устраивает нижнюю часть монитора тоже немного подсветим в общем манипулируя вот этими элементами допустим даже оставим вот так вот и допустим 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 вот так вот допустим вопрос по это это а это велик Чуть-чуть мы их искривим, допустим. Допустим, у нас будет такой компьютер нового тысячелетия. В общем, что-то типа того. Мы тоже создадим тень. То есть, конечно же, если вам нравится такой формат, хотя, наверное, от одного листика не будет тени, ну да ладно. Да, если вам нравится работать в изометрии, если вам нравится такой формат, то, наверное, этот плагин однозначно вам поможет развиться. Да, то есть можно, допустим, создать какой-нибудь ля-блокнот. Ссылка на плагин будет внизу в описании. Для тех, кому интересно. Давайте быстро создадим еще какой-нибудь объект. Так, зажимаем Shift-Alt. И еще раз Shift-Alt. Чего у нас получилось? Чего у нас получилось? Я вообще хотела создать что-то вроде... Что-то вроде ежедневника. Объединяем. Или по центру. А-а-а-а... Так. КОНЕЦ СИГНАЛИВННЫЕ ДИНАМИИ Субтитры сделал DimaTorzok 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 И всем пока